Донатить в Genshin Impact становится всё труднее и труднее. Бадам-бадам-бадам. Опа! Большой всем телене привет, с вами на связи Аркадий Толкенвейт. Да, в очередной раз поднимем тему доната в игре Genshin Impact. Дело в том, что все вы знаете, что в принципе большая часть народа, играющая в Genshin Impact и хотящая хоть как-то экономить на донате, использовала VPN-сервисы различные. Это всё можно было делать за счёт того, что рубль к определённым валютам относился по-другому, не как к доллару и к евро это делалось в официальном магазине. И по факту получалось донатить на некоторую сумму дешевле. То есть максимальный пак выходил где-то за 7500. Грубо говоря, да, то есть примерно на 2000 можно было экономить. И в принципе большинство народа именно так и покупало до сегодняшнего дня, когда рубль упал просто в хламину и, я думаю, в ближайшее время он точно оттуда не будет подниматься. И поэтому сейчас в принципе дешевле донатить через непосредственную игру. Через те цены, которые там стоят, это действительно получится проще. Но в очередной раз я напомню вам про такой сервис, как Moogold. Здесь пока что, ребята, цены не поменяли. То есть здесь вот 7900-8000 стоит максимальный пак. А при этом там ещё есть комиссия. То есть в совокупности максимальный пак вам обойдётся за 8400. Это не 9500, это не 10 там с копейками, которая сейчас идёт в пересчёте. И это действительно, по крайней мере, более-менее нормально. Плюс к тому же не забывайте то, что этот сервис донатит через UID-шник, поэтому забаменить через UID-шник это невозможно. Пожалуйста, кто хочет, чтобы кого-то забанили через UID-шник, вы мой UID-шник можете найти в описании. Закиньте мне парочку минимальных паков, я буду крайне благодарен. Буду потом страдать забаненной. Единственное, что не стоит забывать, то, что у нас есть санкции. И из-за этого карточки некоторых банков, которые попали под санкции, не принимаются. Это, по-моему, Сбер, это, по-моему, ВТБ и там Райфайзинг, по-моему. Нет, Райфайзинг, по-моему, работает. В общем, те, кто владельцы карт, которые попали под санкции, вы и так знаете. То есть их невозможно использовать. Лучше всего сейчас подходят карточки Тинькова, ну и всякие подобные, то есть нейтральные банки, которые работают. В принципе, все. Если вдруг какие-то вопросы будут возникать по сайту, то смело пишите в комментариях, постараюсь на них ответить. Ссылочку, само собой, я тоже оставлю в описании. Если возникают проблемы, то ребята с сайта очень оперативно отвечают на вопросы. Если вы им пишите через чат. Если возникают какие-то другие, более сложные вопросы, пишите мне. Я постараюсь, конечно, вам помочь с ними решить. А так, мира над головой. Надеюсь, все у вас будет хорошо. Большое спасибо за просмотр. И надеюсь, я вам немножечко помог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok